Сон Сон, значит, хочу рассказать вначале. Накануне мы так с Деворой немножко пообщались. Ну вот вообще как бы стратегия, что Бог открывает по Израилю, по церкви, по телу. То есть такого вот глобального характера. И я вижу сон. В этом сне я нахожусь в зале, в каком-то большой зал такой. Ну как помещение пустое, нету ничего. И я прохожу через зал. И у меня ощущение, что я там ходил уже до этого. Пустой, просто пусто. Такое, как вот в ночном таком вот свете луны. То есть такой полумрак. И вдруг в этом зале начинают проявляться демоны. То есть я их начинаю видеть. Оказывается, этот зал заполнен духами. Просто я их не видел. И я как бы от входа прошел уже уходить в другую комнату. Вот этот большой зал. И они проявились. И я понимаю, что к выходу уже все. То есть их много. Весь зал заполнен духами. Духи не выглядят как монстры. Не выглядят как какие-то драконы. Они просто такие, как личные. Видно, что личность, они как из такого черного дыма все. С какими-то топорами. Такими тоже, как из дыма. То есть они не выглядели страшно. Но от них шел такой ужас. Такой кошмар. Жуть просто. То есть сама атмосфера, само присутствие, которое они несли. И мне стало так жутко во сне. Просто реально страшно прямо во сне. И я понимаю, что мне через них. То есть у меня нет уже пути. То есть вот я среди них. И я почему-то во сне выхватил нож. Вот этот. Думаю, зачем? Что он поможет, что ли? Маленький. То есть совсем. И я начал что делать? Начал молиться. И все, что я помню, я закричал. Кровь Иисуса! При этом я не чувствовал себя совершенно во власти. И от страха кричал. Кровь Иисуса! И я проснулся. То есть проснулся физически. Реально проснулся в таком вот. Я не знаю, был ли там пот холодный или горячий. Но в ужасе таком. И потом, когда думал про этот сон, я понял, что вот эти сферы тьмы, о которых Господь говорил. Куда он нас посылает. Или мы будем посланы. И мы увидим. То есть наше там присутствие, оно заставит проявиться этих. То есть там вообще не было ничего доброго. У меня такое было духи злобы. Вот от них шла такая злость, что они хотят просто тебя разорвать, уничтожить. То есть ты для них просто кровный враг. И вот так они на нас смотрят. И то, что придется столкнуться с каким-то таким... А, вот еще что. В этом сне я как никогда почувствовал реальность духовного мира. То есть когда сейчас я говорю о них, этого нет уже. Но в этом сне я ощутил, что духовный мир, он реален и он реально страшен. Почему часто люди Божьи писали, что они были в трепете. Что такое трепет? Это вот когда затряслось там место подо мною. То есть потому что когда реальность духовного мира, почему она и не открывается? Потому что очень тяжело ее вывести. Поэтому иногда мы получаем какие-то откровения о каких-то духах на уровне знания. То есть мы не видели их. Реальностью их не столкнулись с тем присутствием, которое на них. Но окончательная победа, она только вот в такой полной открытости будет одержана. И я понимаю, что Господь нас к этому еще готовит. Чтобы мы не испугались, не убежали и не просто со страху кричали «Кровь Иисуса!», чтобы только нас оттуда забрал кто-нибудь. А то есть иметь дело с ними, говорить. Ну ладно. То есть вот такое вещь. И потом то, что я говорил, мы нашли наутро. А тема, которую хочу поделиться, это тема для людей, думающих. То есть это не тема, не легкая тема. То есть для людей, которые, ну я думаю, здесь люди думающие, взрослые. Не для людей, которые лозунгами живут, мотивацией. Когда послушал проповедь и ощутил себя таким суперменом. Я бы сказал, что эта тема, она сложная. Она может быть не сильно такая занимательная. Вот от слова веселая, такая вот, знаете, увлекательная, как аттракцион. Потому что есть такие проповеди, где действительно она занимательная. Но тема, к которой Господь меня лично подвел, и я думаю, это как итоговая тема на данный этап. Для меня она объясняет многие вещи, в которые я живу. И я вижу, что сейчас как бы тело Христово тоже много отзывается об этом. Поэтому слушая ее, тут надо дослушать, во-первых, до конца и думать. Думать, о чем слушаешь. Не просто так пункт первый записал. Думать. То есть, что он хочет сказать, да? Но также в этом есть и пророческая перспектива. То есть, не просто информационная эта тема. Что такое концепция? Концепция от латинского «система понимания». То есть, определенная система понимания. И вот есть разные концепции, и они обусловливают, почему есть то или иное в мире. То есть, вот разные концепции. И, конечно же, Бог – это не концепция. Но я получил такое пророческое слово – время смены концепции Бога. Время смены концепции Бога в теле Христовом. Конечно, Бог – не концепция. Но мы все понимаем Бога концептуально. Как ни крути. То есть, наше понимание Бога меняется с каждым годом. Вот о чем речь. И в прошлую пятницу я послушал слово, записали. И, по-моему, Женя сказал, что какой-то был разговор с кем-то. И спросили, это от Бога или нет. И раньше я бы сказал точно, это не от Бога. А сейчас я уже не могу так сказать, что не от Бога. Почему? Концепция изменилась Бога. Мы стали Бога понимать по-другому. Соответственно, мы уже не можем… Если раньше я категоричен был в чем-то, то в чем-то сегодня я уже не категоричен настолько. Почему? Меняется мое понимание Бога. Бог, он слишком большой. Он, конечно, не поместится ни в одну существующую или которая будет существовать концепцию. Но пока мы на земле, нам необходимо иметь какой-то формат. То есть, как форма, чашка, она нужна для того, чтобы налить туда. И вот форма нашей чашки, она меняется постоянно. Должна, по крайней мере. Потому что если она не меняется, это беда. Соответственно, в нас наливается все больше по-другому. То есть, если этот, скажем так, стаканчик пластмассовый, нельзя туда раскаленный металл налить. То есть, Бог не может открыться вот так вот. Потому что расплавится человек, мозг, мозжечок, церковь расплавится. Но по мере того, как меняется наша концепция Бога, то есть, то, как мы понимаем Бога, приходит больше и больше и больше. Чтобы понять, о чем вообще идет речь, я посмотрел, что же... Потому что я услышал это слово, время смены концепции Бога. Я начал смотреть, что же такое концепция. Это способ понимания. Определенный способ понимания того или иного явления. Трактовки каких-либо явлений. Основная точка зрения. Руководящая идея. Система взглядов на явления в мире, ведущий замысел. Это вот словарные определения. Говоря библейским языком, да, в Библии нет такого слова концепция, но есть слово образ. И вот образ – это и есть концепция. То есть, образ мышления. Образ учения. Образ, который вы видели в нас. То есть, апостолы говорили. Образ ветхого, образ нового. Образ тленного, образ нетленного. То есть, образ – это то, без чего ни один человек существовать не может. Мы обязательно носим какой-то образ. Поэтому есть образ Христа, есть образ зверя. Определенная концепция жизни – это и есть вот эта печать 666, число зверя. Это не татуировка или гравировка, или чип под кожей. Это определенный способ понимания всего. Мышление. Это и есть. То есть, образ мышления – это и есть число зверя. Ты думаешь не о том, что Божье, а что человеческое. И делаешь душу ум. То есть, как Петр ответил, Иисус ответил Петру. Отойди от меня, Сатана, потому что ты думаешь не о том, что… Вот земное ты думаешь. И концепция определяет стратегию действий. Что еще? Наш разум функционирует концепциями. Поэтому, когда мы учимся, наши взгляды меняются. Когда человек живет всю жизнь в своей деревне и не видел ничего, у него определенная концепция жизни. Мы говорим, ой, как мы плохо жили в 90-е. Так а мы другого просто не знали. Поэтому та концепция жизни была хорошей для нас. Нормальной. Мы же не ходили в депрессии с утра до вечера. И радовались, и веселились. И были довольны, когда тебе на день рождения дарили сникерс. Это был замечательный, крутой подарок. То есть, вот такие сок, да, натуральный какой-то купить. Это что же было не на каждый день. Сейчас все по-другому. И, соответственно, наше мышление поменялось. Машему мозгу необходимо. То есть, а эти концепции обуславливают устройство всей нашей жизни. Какие мысли в сердце его, таков и он. Как я живу, то есть, как я мыслю, как я вижу Бога. Вот так я все начинаю понимать вокруг себя. Соответственно, моя концепция Бога определяет, как я Библию понимаю, читая ее. У меня все будет сводиться к одному. То есть, если я верю, что Бог любящий, добрый, никого не судит, я буду видеть только это в Библии. Я даже прочитаю, если я буду, моя концепция Бога в том, что война закончена, что больше нет никакой духовной войны, Иисус всех победил, то даже читая Ефесянам 6.12, я буду видеть именно это. То есть, мое понимание Писания зависит от той концепции Бога, которая есть у меня сегодня. По мере духовного роста наши концепции меняются. И таким образом меняется понимание Бога и, соответственно, устройство всей нашей жизни. То есть, я вот, ну, есть доска, я сейчас разверну чуть-чуть. Смотрите, к примеру, Бог, Он большой. То есть, ни одна концепция, ни одна теологическая школа не может вместить Бога в себя. То есть, к примеру, ну, вот какие-то две границы, вот такие возьмем, промежуточные. Вот это Бог. Вот он весь. И вот есть какая-то часть понимания, вот, вот. Это вот моя концепция понимания Бога. Вот то, как я его знаю. То есть, все, что за пределами, я отвергаю. Это не от Бога. От Бога только то, что внутри, потому что мне так открыто. Читая Библию, я буду видеть только это в ней. Это я буду читать и просто не видеть. И ты говоришь кому-то, ну, разве вы не читали, написано, да, читали, но не по... Закрыто. Закрыто. То есть, вот моя концепция. Все, что вне, ересь, заблуждение, ни от Бога, ни принимаю. И чем меньше концепция, тем больше мне кажется, что я знаю Бога. Я уверен, что Он такой. А Бог так может? Нет. Однозначно? Однозначно. Но когда мы начинаем, то есть, а есть кто-то, да, вот, к примеру, мы встречаемся, вот Его концепция Бога. И Он вмещает в себя и это уже. Но есть что-то большее. И я говорю, да, Бог прямоугольный, дружище. Бог прямоугольный. Он говорит, нет, Он овальный. Я видел Его, Он овальный. Что ты гонишь? Я видел Его, Он прямоугольный. И чем больше наша концепция, тем меньше мы понимаем, что что-то понимаем. Тем острее мы начинаем чувствовать, что Бог безграничный. Мы начинаем, чем больше моя концепция шире понимания Бога, тем больше я чувствую, что я вообще ничего не знаю. Я вообще ничего не знаю. Как Давид, Псалом 118, последний стих, я заблудился, как овца потерянная. А Его концепция Бога была ого-го. То есть, чем меньше уже вот сектантское, вот это харизматическое, все на лозунгах, на мотивациях, тем больше мне кажется, что я Его, я Его точно знаю. Я знаю, что не Он, а что Он. Но чем больше мы растем, тем меньше у нас вот этой уверенности. Не уверенности, а уверенности в том, что мы все знаем, что я уверен, да это точно не от Бога. Все реже палец поднимается и указывает, говорит, это не от Бога, это от Бога, от Бога, не 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 от Бога. Потому что я не хочу влазить туда, куда я не понимаю. И когда я встречаюсь с чем-то, допустим, что я не вижу однозначно, что это не от Бога, но мне не открыто, я не знаю, не понимаю, вот оно где-то здесь. И я туда и не лезу, не дано. Я говорю, извините, пока не могу ничего сказать, ну, не открыто. Пока не открыто. А потом кто-то появляется, да, и говорит, да Бог квадратный, друзья мои. Что вы там овальный, он квадратный, да, датишь, квадратишь. Все, небесный Иерусалим. И уже вот здесь вот трения возникают у людей, вот здесь. И уже овальный начинает с квадратным где-то вот несостыковки. Что-то ты подгоняешь, подгоняешь. Хороший, хороший брат, но подгоняет. Вот в этих темах он подгоняет. Так вот где-то, где он овальный, мы с ним хорошо находим вообще язык. Его концепция Бога другая. И здесь может быть, понимаете, бесконечное количество. Кто во что верит, кому как открыто. И вот это вот все разнообразие, понимаете. Боже, я думаю, мы разные. И одни верят, что можно так, другие говорят, можно вот так. И где-то мы соприкасаемся. Но чем больше мы познаем Бога, согласитесь, тем меньше я, мне кажется, что я его знаю. Вначале мне казалось, что он мой чуть ли там не карифан какой-то, дружбан такой уже в доску просто. Иисус мой друг, лучше всех на свете. Потом я начинаю понять, Господи, кто ты? Кто ты вообще? Мне казалось, я тебя знаю, но я как будто рыбка, плавающая по аквариуму, постоянно обновляется память моя. Я читаю тот же стих, и там вообще другая бездна начинает изливаться. Я же читал уже 50, 100, 200 раз. Почему я этого не видел? Растем. Растем. Разные концепции Бога несут разное понимание Бога. Есть, смотрите, есть, к примеру, возьмем церковь. Есть пастырская концепция церкви. То есть то, как пастыр понимает, что такое церковь и чем она не является. И он строит соответствие вот с этим. А есть апостольская концепция церкви. Она немножко другая. Там другой взгляд, другие задачи, другая стратегия, другое понимание, другое ожидание идет. То есть наша концепция Бога. И я говорю, что мы сейчас как на границе смены. Когда уже в чем-то мы вот в устоявшемся, уже ходили, границы отмечали, колья забили. То есть вот мы здесь, мы в этом овале живем. Мы когда-то были в прямоугольнике, а теперь мы в овале живем. И вдруг начинает появляться информация, которая входит в конфликт и не вмещается. Помните, Иисус сказал, мое слово не вмещается в вас. И начинает конфликтовать. А пророки, они как правило, вот они живут в другой концепции, чем остальная церковь. В большей. И они как бы туда, они это приносят и на них смотрят. Такой знак вопроса. И говорят, слушайте, надо нам подумать над этим учением. И тут момент, когда мы можем или расшириться, приняв это, или закрыться и сказать, не от Бога, не от Бога, не от Бога, не берем. И соответственно, если раньше то, что мы считали, да это точно от Бога, потом уже можем думать, слушай, ну не факт. Ну это точно не от Бога. Потом думаем, слушай, мы говорили не от Бога, а там Бог. Как такое произошло вообще? То есть, меняется концепция Бога. И в конце концов, здесь как бы и границ-то нету. Бездна богатства. Бездна. Мы можем расти, 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 расти и вмещать все больше и больше и больше и больше и больше. И потом, представляете, ну уже когда вот все вместил, я вообще ничего не знаю. Сколько ты знаешь Бога? Да я на процент его даже не знаю. Мне здесь казалось, я его знаю на 99%. Что-то там еще он утаил, но потом откроет. Проблема в чем? Что если здесь остаться и перестать... Что вот смотрите, вот такой стаканчик и вот такой. У них разная способность принимать. То, что может принять этот и то, что может принять, то есть вот такая же часть, там 10 таких частей. Или раздавать. И отдавать. Принимать и давать. Вот наша концепция, она и определяет, сколько мы можем принимать от Бога. Сколько мы можем... Насколько мы можем быть проводниками, сколько мы можем отдавать это дальше. Являть Бога. Конечно, размеры и качества это уже все другое. Дальше. Как я сказал, концепция определяет наше понимание Писания, тип наших откровений. Какие откровения я получаю? Я их получаю только в границах. И потом вдруг Господь говорит что-то, что не вмещается в мою концепцию Бога. И раньше я это откидывал. Но сейчас я начинаю думать, а может Он зовет меня дальше? Может Он хочет, чтобы я вышел из зоны уже комфортное понимание Бога? И рискнуть. А что там нас ждет? А мы не знаем, что нас ждет. И всякий раз, когда делаешь такой шаг, через какое-то количество времени, говоришь, слава Богу, что мы как-то поверили. Поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность. То, что мы видим вокруг, определяется нашей концепцией Бога. Я буду везде получать вот об этом. Согласись, свою машину видишь похожую везде по городу. Ну вот свою модель машины, замечаешь издалека в толпе концепция мышления такая. Потому что, вот я, допустим, ну там Шкоду, там, вот ваши Митсубиси, Ауди, я их и не замечаю, что они мимо. А свою вижу всегда. Рено видел везде этот. Даже я мог отличить, какое где-то. Сейчас не смотришь, да? Все, Рено уже ушли. Сейчас я уже вижу, о, брат едет, брат едет. Родной такой. А мне это. Аж хочется помахать, знаете, открыть. Дружище едет. Концепция, мозги так заточены, настроены. Я помню, что когда мы велоспортом занимались, знаете, что я заметил? Я мог увидеть по силуэту хороший велосипедист велик или плохой. Вот вдалеке какой-то силуэт велосипеда. И мозги уже настолько заточились, развлечайнее этому развлечению, что по одному силуэту я мог определить, что это крутой велик едет. Хотя что, они все, два колеса, рама, руль там. Или плохой, точно так же видно. Сейчас уже нет, уже ушло это. Но было. То, что мы видим вокруг, круг нашего общения тоже определяется. Мы тут конференция прямоугольных, а у нас овальных конференций. Когда прямоугольного берут на конференцию овальных, ему там плохо становится. Смотрите, он так, углы, углы, где углы? Некуда забиться. Не одного угла, все круглое. А круглых в квадрат помести, овальных, начинает метаться. Что-то не то, что-то, смотри, тут какая-то, где-то подвох. Стандарты хорошего и плохого, вот тоже все этим определяются. Что такое хорошо и что такое плохо. У всех у нас разное понимание этого. Поэтому, когда мы говорим, вот там Кальвин написал. Да Кальвин в своей концепции Бога жил. Нам не надо жить в никакой кальвинизме, артура-кацизме, рикджайнизме, ледяевщине, шаповалщине, кузьменивщине. Нам не надо ни в какой концепции. Тем более тех, которые веками назад жили. Они прокладывали путь, чтобы мы дальше пошли. А мы пытаемся вернуться к Мартину Лютеру, который к тому же евреев не любил. Нам не надо туда. Мы настоящие протестанты, мы последователи Лютера. Напрямую. Нет. Не надо. Поэтому, когда школы библейские, понимаете, библейская школа существует в концепции, она не может выйти за границы. И когда человека туда посылают, что вернется домой? Вернется точно такой же прямоугольник. И он смотрит, что-то я тут не вмещаю среди этих шариков, кружков. В кружок ваш. Стандарты плохого и хорошего, добра и зла. Все наши определения зависят от той концепции, в которой мы живем. То, как мы определяем, что такое церковь, что такое брат, что не брат, что такое смерть, что такое жизнь. Образ, образ. Концепция, смотрите, любая наша концепция Бога промежуточная, не конечная. Пока мы живы, никакой конечной концепции Бога не будет существовать. Не будет такого момента, когда мы можем сказать, вот на этом точка. Вот теперь мы все знаем, что нам надо знать. Больше не осталось ничего. Не бывает. Все по концепции промежуточные. Мы не должны застревать ни в одной из них. Даже в таких продвинутых. Два момента очень важных. Всякая концепция имеет свои уязвимости. То есть, если взять Windows. Какая первая там была Windows? Ну, я помню Windows XP был еще до Vista и до Windows 98. Windows 98. Квадратненькая все такое. Мышка квадратненькая такая. Но это был прорыв. Но он был открыт и уязвим для вирусов, для атак и так далее. Поэтому каждая новая концепция Windows все меньше и меньше оставляла уязвимостей. И сегодня, когда у меня этот Windows 7 накрывается, все, там надо вызывать уже мастеров. Но когда 10 Windows, вот недавно у меня опять на ноутбуке накрылся, но он сделан так, что элементарно все восстанавливается. То есть, он настолько сам себя защищает, эта система, хотя она и непривычная для глаза. Поэтому, что делают с Windows 10? Вам поставить эту, как он мне сказал, поставить вам более привычную для глаза вид Windows. И они ставят какую-то там эту, как это назвать, ну, такой покров, что он выглядит как 7 Windows. То есть, оно все вроде бы 10, но все как 7, чтобы ты не смотрел, как баран на новые ворота. Но мне понравилось, как в 10 они все это сделали, что столько вариантов, чтобы его угробить, это надо реально стараться. Так вот, каждая концепция Бога имеет свою уязвимость, то есть, открытости для определенных типов атак. Лимиты, которые невозможно преодолеть, не изменив концепции. Поэтому есть какие-то сферы, где мы будем терпеть постоянно поражение, пока не выйдем из этой концепции Бога. Понимание. Мы будем пыхтеть, молиться, поститься, орать, и ничего не сможем поменять. Потому что надо расти, надо входить в большее, где есть победа над этим, над этими духами, так сказать. Есть сферы, в которые никогда не будет доступа с определенными концепциями Бога. То есть, когда я прошу куда-то меня взять, что-то мне открыть, есть сферы, куда входом, ключом является понимание Бога другое. И это не открыть человеку, у которого нет этой концепции. То есть, почему нормальному такому вот обычному харизмату, скажем так, христианину, харизмату, привыкшему к воскресным вот этим проповедям, вот к этой всей, тихонько, ко всей вот этой вот системе вот церкви. И когда им ставят там Крюковского, к примеру, Диму, они же, они говорят, что он гонит вообще. Особенно водные духи там или перемещения, зомби. И что они, что вы, что поехали в поехавшие. Или там Дебор, вот недавно какой-то очередной был, вот это послание Дебор Хаиль, помните, было в Израиле. Уже вроде все, посмотрели, утихли. Опять где-то кто-то всплыло, и оно попадает к людям, которые смотрят, они говорят, ты что гонишь? Что ты говоришь? Куда? Какие сердца? А Дебор, там надо в сердце морей идти там. Какие сердца морей? Куда вы нас зовете? Вы что? Знаете, вот человек, который вот, ну вот харизматически, ему тебе надо в сердце морей, там, она имеет в виду, да, это Иерусалим, то есть сердце, где вот народа. Но это же не открыто людям. И для них кажется, что это когда гонит вообще в высшей степени. То есть есть сферы, в которые никогда не будет доступа с определенными концепциями Бога. Сферы откровения, духовной брани, влияния духовного мира. То есть все эти сферы могут быть закрыты для людей. Я со стерлитомака сейчас выложил аудио вот это вот про три атаки. Действительно, получил реально еще в Симферополе. Бог сказал, вот это будешь высвобождать, потому что там есть определенная платформа, с которой это должно выстрелить. И видео они обещали, но подумаю, ладно, время идет, аудио пойдет. То есть видео что-то нету пока. И что интересно, это послание активировало столько голосов вот этих бесовских. Я удивлен. Я уже просто помню, такие были моменты, когда какое-то слово, и вот это все эти уста, они возбуждаются. Они начинают. И такие именно христиане, не какие-то оккультисты. И такие обличения, и такие там осуждения. И такие вот, ну, то есть именно это слово высвободило столько агрессии. И я понимаю, попало, попало. То есть именно это слово. Потому что, видимо, оно, то есть где-то вот попадает, да, человеку в другой просто, в другой концепции. И они, ну, это нормально. Нормально, поэтому я не обижаюсь никогда на такие вещи уже. Просто блокирую в черный список и до свидания. Если как бы нормально относимся к людям, но иногда люди не понимают, что они делают. Вот и все. То есть они не понимают, на кого они работают. Когда человек перестает, да, трансформироваться в своей концепции Бога, он перестает принимать от Бога. Он начинает быть пустым, засохшим. И вот смотришь, есть столько книг. Берешь какую-то книгу, ну, раньше так я помню, написанную кем-то там великим, известным. Начинаешь читать и понимаешь, что это уже сухая форма. Там нету жизни. Там нету, там пусто. То есть, может быть, когда-то там была жизнь. Ну, ты, вот, да, принесли стаканчик, спасибо, дай тебе Бог здоровья. С водой. Я могу пустой стахан сколько угодно подносить, а с него ничего не капнет. Верить могу, ожидать. Не капнет. Один, у нас была такая и есть, она до сих пор церковь в Симферополе, с которой вышло очень много служителей. В том числе наш, как бы, рабо-юзык. Меня там каяли тоже первый раз. Ну, так, как бы, да, по-своему. И вот там она как рассадник, откуда вышло очень много сильных служителей, пасторей. И один там оставался, он просто недавно мне в друзья добавился. И я помню, 90-е. И он там все, ему говорит, да что ж ты там сидишь? Я жду пробуждения. Я верю, что все-таки Дух Святой снова сойдет на эту церковь. Ведь было же 20 лет назад там огонь был. Дух Святой двигался. И его называли последний из магикан. И он ждал, ждал, ждал уже все. И потом не дождался все-таки ему тоже. Потому что он живой, он хотел жить. Ему пришлось уйти оттуда. Ну, нету там, нету там. Они закрылись. То есть, когда мы перестаем расти в понимании Бога, мы закрываемся от Него. Он, ведь Бог постоянно нас зовет дальше. И чтобы не расти, нам приходится его руку. Он говорит, не лезь, не лезь сюда. Все. Ну, все, хватит. Дорогие братья и сестры, откроем Писание. То есть, надо отогнать его. И в конце концов, он не насильник. Оставляю дом ваш пустым. Не хотите. Окей. Захотите, знаете, где меня искать. И все. И в эту форму вообще перестает что-либо наливаться. Она сухая становится. Последние такие штрихи. Откровение грядущего сезона. То есть, в чем живут пророки? Они всегда живут за пределами существующей концепции. То есть, вмещая ее. Ведь мы, допустим, когда говорим с людьми о духовной войне, которые в нее не верят. Они говорят, нет, мы верим только в наполнение Святым Духом. Мы тоже верим в наполнение Святым Духом. Нет, мы любим, когда Дух Святой сходит, и мы как пьяные. Мы тоже любим это. Ну, разве нет? Разве мы отвергли это? Нет. Но есть больше. Вот в чем соль. Есть больше. Это то, во что мы верим. Это тоже временное промежуточие. Есть больше. Он говорит, покажу вам больше. Увидите еще больше. Пророки, они как бы вне. Они живут где-то здесь. И мы смотрим там на них. И думаем, как они так могут. Это дано так. Дано. Они расширяют, как бы натягивают. Натягивают вот эти вот. Видели, как шатры натягивают вот эти вот палатки евангелизационные? Я просто участвовал. Это не то, что палку воткнул и повесил. То есть, это тяжелый труд, чтобы натянуть, растянуть. Они вот растягивают церковь. И ты, слушая, всегда получаешь какой-то такой вот бам. Да, как ты сейчас получил такой. Бам! То есть, какой-то такой удар, который как бы неприятен. Ну, когда слушаешь. Я понимаю людей, слушающих Крюковского, Дебору. Там еще неприятный такой иногда, как вызов. И если его все-таки довериться, ну, почувствуешь, что это Господь все-таки зовет, начинаешь расширяться. Апостол говорит, ребята, распространитесь и вы. В ваших сердцах тесно для нас. Распространитесь и вы. Так, вы можете прийти к нам на служение, но нельзя делать это, это, это. Мы в это не верим. Один человек, ну, ладно, скажу. Один человек, мне надо было проповедовать в церкви там, в одной. Он меня отзывает. Ну, главное. Говорит, только мы вот в это не верим. Ну, и называет тему, о которой я верю. Только мы в это не верим. Он так предупредил. Ну, как будто это перестает существовать от того, что... Но я-то должен был понять. И уже не напрямую в лоб. Я просто, у меня было пару минут, я молился. Господи, как же... Вот они в это не верят, а надо им это сказать. Но они в это не... Если сказать прямо, просто закроют сразу. Поэтому надо было так мудро, как змея она такая. Раз, и уже все говорят аминь. А когда говорят аминь, деваться некуда. И все, оно как бы по-другому. Знаете, как у нас в Крыму там, ну, кто-то будет смотреть. У нас запрещены все мировые бренды. Поэтому у нас просто меняют одну букву в названии. И продают. У нас вот в Ялте магазин кроксы, кроксы. Нельзя кроксом. Поэтому они букву О дорисовали. Крукс. Был крокс с одной, стал крокс с двумя О. А все то же самое. И все кроксы те же самые. Ну, вот вроде бы и все счастливы от этого. Вот такие вот вещи. Пророки часто... То есть, откровения грядущего сезона вполне могут звучать как ересь в сезоне нынешнем. Потому что они просто не вписываются в существующую концепцию. Поэтому, когда мы слышим пророков или пророчествующих людей пророческих, они могут казаться, что они какой-то ахинеей. Куда-то они нас хотят не туда затянуть. А потом смотришь... Я с таким умилением смотрел, как евреи эти мессианские колышек забивают. Вы что? Я радовался, как ребенок. Я помню, сколько за эти колышки выслушали мы. Что мы и вот такие, и сякие... Смотришь, бьют коля повсюду. Это же тут, в Крыму, родилось. Это же вот тут первый кол осиновый-то забит был. Вот такой вот был первый. Яму рыли, что он не влазил там в землю. Руками. Забивают, провозглашают, что тут трубят шафар на горах. То есть, то, что звучит, как ересь сегодня, как это даже и Шаповалов тоже говорил. Через 10-15 лет там массы идут. Кто-то пролагал путь, и ему крутили у виска. И говорили, вы что-то не то делаете, ребята. Вы не туда заехали. Прошло 10-15 лет, ведь это от Бога было. И смотришь, уже все овальные такие, овальные. Даже те самые прямоугольные стали овальными. Все, овалы в моде. Все, в моде сейчас говорит так, слава Божья, слава Божья, пророческая. Сегодня пророческая, если в 90-е ты говорил пророческая, ты, значит, как этот, прокаженный. То есть, пророк, это как обзывание даже было такое. То есть, я пророк, то пошел вон отсюда. Ты как какая-то гадость такая, ненужная никому. Сегодня пророк, это уже кто только себя не называет. Пророческое поклонение, пророческое консультирование, пророческое стирание носков, пророческое высмаркивание соплей, рассматривание. То есть, сегодня пророческая, почему? Кто-то проложил путь, по нему пошли. Понятно, там все подряд, и не все оно настоящее, но тем не менее. Вот, последнее. Пророки часто несут концепцию Бога, которая сильно отличается от существующей ныне. Я свидетельствую себе. Очень уже много есть из того, что я категорически против был. Категорически. Даже не разговаривайте на эту тему со мной. И сегодня я это уже вмещаю. Понятно, не в том, почему я был категорически против. Да не понимал ничего за это. И когда Господь это открывает, ты говоришь, слушай. Представляете, нам вот нашу жизнь, вот там, когда мы только первый год верующие, и нам ее как бы на пленке какой-то или на файле показать, как ты будешь выглядеть, что ты будешь делать, как себя будешь вести. Вот это мы, наверное, там проорали. И сказали, вот это точно мы такими не будем. Что вы такое рассказываете? Когда я шел на служение в галстуке и в рубашке по воскресенью, кто помнит еще? Да, я помню. Я ходил. Я помню. Да. Галстучек. У меня было два галстука. Один свадебный, а второй папа мне подарил, где-то он в секунде его надыбал, харизматический такой, он весь какой-то, там все цвета краски на нем были. Я такой веселый, мне казалось, я такой именно правильный, правильный проповедник. Я в галстуках ходил. Покажи мне сейчас, фоточку бы показали, на, зацени, как ты будешь выглядеть-то. О-о-о-о-о. Вот это, я подумал, что я конкретно от Бога бы, наверное, отступил. Христианский панк-рок, да? И музыка какая. Мы же рок не играли никогда, мы же, у нас все было, ты же помнишь, Коля, на скрипке, когда ты басовый играл, первое служение, синтезатор, все там, прам, прам, пам, пам, там, прам, пам, пам, А Коля, наверное, эту тему и поднес нам, кстати. Начал, а я на басу, можно буду в сторонке тут стоять, играть с вами? Да, играй, ничего никто не слышит, играй себе на гитаре. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Раз, потом еще один, и а тут, а я тоже, можно на гитаре? Да, играй, потом смотришь уже, все начали учиться. Тихонечко синтезатор куда-то вытеснили, пошли гитары, джи-джи-джи-джи-джи. Ну, вот так вот, вещи, которые я услышал, что время смены концепции Бога, то есть, это масштаб, который будет меняться. Я сейчас откровения получаю, я имею в виду не просто какие-то откровения о Боге, о Писании, о том, что надо делать. И мне, я боялся с женой, с Галей, не знаю, где она, не приехала, не? Я думаю, как я ей это скажу? Слушай, она же, не, ну как, знаешь, я понимаю, что ей не понравится эта концепция Бога. Я делюсь, и она, она говорит, да, но я понимаю, что это надо, я понимаю, что это Бог. То есть, какие-то вещи приходят, которые, конечно, они смущают, но я знаю, что это Господь. Можно отмахнуться и сказать, да не надо, да мы и так прогрессивные, мы и так как бы впереди планеты, да, все. Мы с Димой знакомы, с Деворой. Это же, это что, стоит дорогого. Мы там в хорошем, в хорошей компании, но есть больше. Это не про нас вообще. Бежать так, чтобы как можно больше вместить Бога. Чтобы расширить, чтобы следующее поколение уже не ютилось в маленьком прямоугольничке. Понимаете, там могут поколениями верующие жить. У нас, у меня, у нас еще это идет от пра-пра-пра-епископов. Наш еще епископ постановил вечерю принимать вот с такой, этой чаши. С ней еще тот-то-то нам вечерю давал. И мы с нее будем всю жизнь делать, и наши дети будут делать. Есть такие церкви, где это наши корни, мы их чтим. Замечательно, корни, замечательно, но надо же расти, надо идти дальше. Ведь здесь больше, это же интересно, ну хотя бы, ну интересно же понять это все, погрузиться. Да, пророки, у них судьба такая, не очень, не очень. Потому что, как только все входят в ту концепцию, на которой ты пророчествовал, тебя дальше Бог выставляет. И помещает опять за границей уже того, куда все, казалось бы, уже вошли, уже ты, говорят, слушай, школа Христа, такая церковь. Помните, как за нас начали говорить в Симферополе? Школа Христа, ходили эти делегации на служение, там, мы к вам, мы к вам будем ходить, вот все. Целый зал, мы там там через городские-то это, продвинулись. и как-то стали уважать, стали все. А потом раз, и Господь дальше еще нас куда-то и уже, что школа, какая школа Христа? Вы еще живы вообще? Где вы есть? Все, мы с радаров пропали. Идет работа на расширение, вот это вот, давайте закончим этим словом. Исайя 54. Второй стих. «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, расширь». У меня сейчас моя дочка маленькая, ну опять они как бы достали, возродили этот айфон, какой Олег у нас вот это, какой айфон у нас был? Четвертый. 8 гигабайт памяти, 8? Сейчас я на этом телефоне чихну там 8 гигабайт памяти. Записала этот чих. 8? Это было так мало, я помню, как все время надо было ютиться. Если вдруг этот айфон скачал обновление без спросу, ничего больше не работает, все. И надо его искать, это обновление, чтобы удалить, оно все заняло. И сейчас, когда берешь этот телефон и там сколько сейчас уже, подождите, 128 гигабайт памяти. То есть ты никогда это не заполнишь. Я понимаю, что за мое владение этим телефоном я никогда не заполню, чтобы я не делал. то есть это надо его включить на записи и уйти вообще несколько дней, чтобы он там вот это все записывал. Это расширение, расширение. Соответственно, вмещать можно больше постоянно. Не стесняйся. Как бы, да? Что такое стесняйся? Тесно, теснота. Пусти длиннее, еще короткие были, длиннее верви твоей. И вот туда, куда пустишь, да, вот смотрите, пусти длиннее, что он имеет в виду? Вот из своего прямоугольничка вот сюда пусти и утверди колье. Ба-бам! И все, и уже как бы ты, ты уже там, еще не там, но ты уже там. Я еще не знаю, чем это все закончится, но я уже там. Я уже, слушай, уже тянет, тянет. И постепенно, да, начинаешь туда, как бы, вот как у нас этот знакомый один дом построил, и у него вот столько дворика там, ну, два метра, может. И он так как-то чуть-чуть, чуть-чуть раз еще заборчик побольше чуть-чуть раз. Нормально все, еще чуть-чуть. И сейчас зашли, такое дворина у него уже. Говорит, я еще там сейчас, это как бы все так вроде нельзя, но это есть, потому что это деревянное можно. Нельзя каменное, нельзя, а деревянное это временное. Я облагородил территорию. И сейчас говорит, к этому еще заборчику гостевой домик деревянный. И он вот так, вот так, вот так, и распространил покровы, да, жилищ своих. А потом он уже там обросся, уже родились дети, они это испокон веков наши. Тут уже мы сеем, жнем, сколько поколений. Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое, потомство твое, вот, вот оно куда, завладеет народами и населит опустошенные города. господь, господь, просто верой мы простираемся в это новое измерение, в этот новый образ мышления, понимания, откровения глубины твоей, в которой ты влечешь нас. Мы пускаем туда эти верви и утверждаем коле в это новое, неизведанное, там, где еще темнота, там, где еще может даже враг, он гнездится, но туда придет свет, и эта территория будет освящена и посвящена тебе, открывайся в нас больше, научи нас вмещать больше тебя, распространяться, распространяться, не стесняться, не бояться, распространяться, растягиваться, простираться в это новое, и формируй в нас ту концепцию самого себя, в которой ты хочешь, чтобы мы находились сейчас, подготавливая путь для следующего поколения, понимая, что будут рушиться существующие какие-то устои, откровения, понимания, концепции, чтобы мера она выросла, чтобы углубиться и распространиться направо и налево по слову твоему Господь. Забывая заднее, простирая вперед, стремлюсь к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Время великого, время глубокого, время этой быстрой смены сезонов, сеющей застанет жнущего, время быстрой смены сезонов. И дай нам двигаться в Твоем темпе, Господь, в Твоем ритме, Господь. Аллилуйя, Аллилуйя. Мы благословляем Твоим именем всех тех, кто сегодня находится за пределы этой нынешней основной концепции Бога и которые расширяют границу Царства Твоего, распространяют покровы жилищ. Открывайся ныне, так как никогда еще в веках Ты не открывался, Господь. Открывайся через это поколение, так как еще никогда Ты не был явлен никому из людей, живших на этой земле. Пусть умножается в ведение Господа. Мы же, Господь, мы еще не знаем ничего, как должно знать. Мы бедные и нищие в этом плане познания, но мы ищем Тебя, мы любим Тебя, мы жаждем Тебя. И мы знаем, что так или иначе все содействует к познанию Тебя. все ситуации, которые мы проходим, в итоге приносят славу Тебе, в итоге утверждают Твое царство на земле. Аллилуйя, слава Тебе. Аминь. Да, Бог это не концепция, но нам необходима концепция, чтобы понимать Бога. Поэтому пусть Дух Святой формирует вот так наше мышление. Аллилуйя, Аллилуйя. Аминь. А каждое новое расширение она приносит больше всевозможных ресурсов. Дерзновения, смелости. То есть вся жизнь она начинает подстраиваться под это новое. И не знаю, я вижу Бога, Он так показывает, как будто вот как человек полный благословений, ожидающий любого шанса дать. Не то, чтобы просить должны его даже об этом. Как только что-то можно добавить, добавляется. Как только что-то можно дать, дается. Написано Он любит давать, любит давать. Но и мы тоже когда растем начинаем давать больше плода. Потомство твое завладеет. Соли